Всем привет! Купил на днях на барахолке магнитолу Panasonic 5100. Думал про него, я сказал, да ну нафиг, давайте разнообразим, так сказать, ассортимент наших аппаратов и расскажу вам о чем-то другом. Пусть у нас будет более широкий кругозор от тарька до нашей бакалей, как пел Владимир Семенович. Делаем ход конем, совсем неожиданное. Этот аппарат без FM, без FM сейчас никому ничего не интересно, ну че о нем рассказать, ручек нету, боковых заменили какие-то. Я, правда, у этого дедушки, у которого купил, я сегодня купил целый кулек различных ручек, переключателей, ну в основном там советские, ну какие-то даже жарфовские встретились. Я что-то прилеплю сюда, как-то сделаю и у меня обзор на моем сайте по этому аппарату был. Я не считаю, что он заслужит отдельного видеоролика. Поэтому аппараты без FM нам не интересны сейчас. Давайте поговорим о чем-то другом. Убираем его отсюда. Я хочу о приемниках поговорить. У меня тяга к таким приемникам. Они из моего детства, я прекрасно помню. Понятное дело, что сейчас такие приемники тоже мало востребованы, кроме коллекционеров. Они кому не нужны, на коротких волнах практически станции не осталось. Средние идут с жужжанием, кто любит китайские станции слушать. Наверное, тому интересно. У меня есть очень хороший знакомый, коллекционер, живущий в одном южном городке, который специализируется на транзисторных приемниках. И у него практически в коллекции есть все приемники. И вот время от времени он мне просил, он старше меня, несколько лет на 10, так скажем. И он просил, а нельзя ли попробовать в какой-то из таких приемников установить FM-диапазон? Причем ему хотелось, чтобы диапазон был полноценный. И управлять можно было ручками, как на этих приемниках. То есть, что перенера ходила, стрелочка там двигалась. И можно было настраиваться на конкретную станцию. Я перевел интернет. Есть такие решения, есть такие, но они такие сложные, громоздкие. Я решил пойти более простым путем. Я взял сканерный приемник, знаете, который нажимаешь клавишу, кнопочку, станция. Нажимаешь, следующее, следующее, следующее. Но, к сожалению, они ходят не по кругу, а доходят до последнего. Надо нажимать ресет, сброс и возвращаться на начало. Я взял и, ну, как вы понимаете, я сторонник того, чтобы вносить минимальные изменения во внешность приемника. Поэтому мне крайне не хотелось что-то дополнительное врезать, там какие-то делать кнопочки. Я встречал такие варианты, сверху кнопочки и спереди кнопочки. Ну, резать тело для меня это, ну, это все равно как резать мою душу тело приемника, естественно. Поэтому я придумал вариант, когда можно использовать штатные ручки и управлять, собственно, это приемником. Я искал варианты разные и мне показался более-менее интересным вариант. Я взял, тут есть такое колесо на стройке, на котором Мерниер идет. Оно соединилось с КПЕ. Я на нем расположил магнитик, а рядом расположил два гиркона. То есть, когда магнитик проходит мимо гиркона, гиркон срабатывает и он каким-то образом дает команду. Вот в самом дальнем углу, нижнем, я расположил гиркон сброса, когда мы до конца накручиваем. И он сбрасывает, а вот здесь, где-то там, скажем, на одной третьей шкале вернее, когда гиркон проходит, он нажимает, то есть он замыкается, когда магнитик проходит мимо гиркона, гиркон замыкается и подается команда переключиться на следующую станцию. У меня есть отдельный ролик, я там, правда, ничего не объяснял, я просто взял вот на таком приемнике и показал. Я сделал, по-моему, два или три приемника, потом куда-то они продались и народ, в принципе, был доволен, но я не был доволен. То есть, как бы, ну это низкий класс, мягко говоря. Может, кому-то это и хорошо, но мне это было низкий класс. Поэтому была идея встать полноценный ФМ. Опять-таки, я нашел в интернете схемы на какой-то Сониевской микросхеме. Можно было использовать КПЕ штатный, то есть надо было последовательно включить какой-нибудь конденсатор, там, порядка 25 пик. И тогда наш диапазон от, там, 10 до 430, там, в среднем, ну, плюс-минус, который используется на средних и длинных волнах и на коротких, он превращался бы в КПЕ, меняющийся, там, скажем, от 2 пик до 20, там, или еще там что-то. То есть, его вполне можно было использовать, но там слишком много всяких коммутаций, там, и прочее, прочее. То есть, я счел, что обчинка не стоит выделки. Ну, мой знакомый коллекционер, он идею эту не оставил, и, собственно говоря, раз у нас не получилось вот это раннее спидовое, он говорит, ну, давай уже так, если решать проблему, давай уже замахнемся на вельяма нашего Шекспира. И прислал мне два старых радиоприемника, вернее, он прислал два корпуса. Вот как примерно это выглядело. Один корпус, вот такой вот в виде, и второй примерно такой же. Для того, чтобы сделать более-менее похоже, или хотя бы стилистически выдержать стиль тех приемников, я попросил его как минимум прислать мне одну кнопочку, штатную, вот она кнопочка такая, я потом отдельно больше покажу, я потом отливал, планировал. И вот эта ручка настройки, которую обычно многие теряют, вот шкала у него какая, родная шкала, вот такая вот ручка настройки. А я, у меня были эти приемники, ПМП-56, 56, наверное, год разработки, собственно говоря, мой ровесник, я тоже 56-го года. Ну, эти приемники я расстался, потому что эти ламповые приемники, они нуждаются в анодной батарее на 75 вольт. Сейчас можно, конечно, сделать батарею из крон собрать, или, может быть, от мобильных телефонов соединить, порядка, там, что-то 15 батареек плоских, и тогда получится анодная батарея, она там, ток маленький, потребляется надолго бы хватило, и в конце концов, даже можно было подзаряжать. И две батареи накальные, элемент Марс, если помните, 373. Ну, опять-таки, тут два диапазона, средний и длинный вольт, и что на них сейчас слушать. И, соответственно, было принято решение выбросить все, что лишнее, оставив корпус и стилистически похожий на оригинальный приемник, сделать клон, такую реплику. Знаете, как автомобили делают там по мотивам произведений, в стиле таких-то годов. Ну, мне был дан полный карт-бланш, я попросил, собственно говоря, вот эту ручку настройки, лимб, этот. У меня была идея, я давно, у меня своего не было приемника, я почему-то счел, что если я сделаю оттиск, там, в гипсе или еще в чем-то твердом, ну, гипс больше всего подходил для этого, то, положив оргстекла и нагревая промышленным феном, я смогу каким-то образом вдавить его и получить, ну, примерно похожее. На деле оказалось с кучей зубчиков, чтобы можно было легко брать и настраивать эту ручку настройки. Когда я ее в руки взял, я понял, что этой идее не годится, и решил сделать, ну, какую-то более-менее близко похожую. Мне, в принципе, сказали, что можно взять, отлить из какого-нибудь другого материала, не обязательно прозрачный, но тогда просто не было бы видна шкала. А шкала тут, ну, скажем так, она не более-то, конечно, и информативная, но тем не менее, что-то должно было бы стилистически быть похожее. Поэтому я с этой идеей расстался и купил на барахолке вот такой кусок оргстекла шестерочку и решил сделать из него круг этот, за который можно браться и вращать. И, собственно говоря, начал работать. Что у меня получилось? Сразу покажу, какой у меня приемник получился. А потом расскажу, что мне пришлось сделать. Вот такой приемник. Видите, он такой симпатичный, в принципе. Я даже ближе поднесу его. Все работает. Что я сделал? Что я сделал? Ну, я начал, собственно говоря, с этой ручки настройки. Я взял эту шестерочку, там, ну, у меня не было никакого-то инструмента, там, надо было, собственно, вырезать круг. Я взял паяльник, вот так вот прожег максимально. Правда, после этого паяльник фактически можно было выкинуть, поскольку он, у меня пластмассовая ручка, она там расплавилась, он болтается, я там его упрочнял, упрочнял, ну, ерунда. Потом обточил это все, ну, фактически руками. Доводил я немножко до... Я решил здесь снять такую фасочку, чтобы вот она не полностью прилегала, вот так немножко руками можно было ухватить. Скос сделал такой. И, соответственно, на штатном приемнике тут вот есть колечко такое, анодированный алюминий, но анодированного алюминия у меня не было. Я счел, что можно сделать из тонкой-тонкой меди. То есть, как бы, я приклеил тонкой меди. Самая главная задача была, конечно, сопрячь приемник внутренний, новый, который там будет стоять, с этой ручкой настройки. Ну, лимбом или как его назовем. Оригинальный приемник я взял в качестве исходного китайский приемник Kipa. Вот такой, ну, правда, это в данном случае стар. Их на базарах куча. Они все делаются по одному принципу. Там стоит микросхема CD2003, которая является копией ташибовской TAT2003, или же там более прогрессивная есть там 8461, по-моему, та. И плюс еще там дополнительная ТДА-шка усилительная. Этот приемник, он крайне широко распространен. Их очень много на рынках, они там в разных видах. Стоит недорого. Микросхема давным-давно опробована. Работает хорошо. Ну, понятное дело, что особых претензий нельзя предъявлять. Это вам не сателлит. И я решил полностью взять плату и совместить вот каким-то образом с этим кругом настройки. На приемнике там стоит маленький-маленький Kipa, и у него хвостовик выделяется, ну, скажем, там, миллиметров на 8. Как можно было соединить вот этот хвостовик с нашей новой вот этой ручкой настройки. Это была задача. Я долго думал об этом, и потом решил сопрячь штатную ручку, которая стояла на приемнике, там, типа, или там, Star, как он там называется, вместе с этим лимбом, то есть, как бы. Для этого тут я вставил его в прорезь точно, 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 до миллиметрика мне надо было. Поставил плату, совместил их. Ну, на словах это очень быстро, на самом деле это очень долго. Я просверлил два отверстия, их стянул двумя винтиками. Сделал оси из винтов и одел эту плату. Сейчас я, собственно говоря, вам покажу, как это выглядит изнутри. Вот как я установил эту плату. Видите, мне пришлось сделать четыре винта, которыми держат. Сопряг их, и теперь они, как бы, вместе вот соединены, и вполне нормально работает. То есть, крутятся, все хорошо, и нет никаких ни шатаний, ни болтаний, все нормально. Следующий этап был изготовление кронштейна для штатного регулятора громкости. Штатный регулятор громкости, он вот такой вот, я его использовал, родной. Ну, я долго думал, там прикидывал, потом нашел кусок пластмассы от морды компьютера, вырезал там. Ну, самое трудное, это, конечно, подогнать, чтобы все было до миллиметра. Ну, эту проблему я сделал. Третье, что надо было. Надо было, чтобы стилистически у нас было похоже на оригинальный радиоприемник. Я оставил три кнопки переключения. Тут механизм такой, вот он, нажимаешь, оно защелкивается, а вот эта кнопка и сбрасывается. Тут средний, длинный и сброс. Как таковых кнопок не было, поэтому я решил эти кнопки сделать сам. Вот она такая, уже пожелтевшая, цвета слоновой кости. Ну, наверное, она изначально была все-таки посветлее. Я решил эти кнопки отлить. А отливаю их протокриле. То есть, я отливаю их там в форме, я сделал гипсовые формы. И отливал их из протокрила. Это зуботехническая смола, из которой делают челюсти. Это очень крепкая смола. В чем были проблемы? Ну, хотелось, чтобы максимально похожие были кнопки. То есть, как бы, здесь, правда, обратный конус. И когда я вставил его в гипс, я решил в гипсе делать, не стал в пластилине. Когда я вытаскивал назад, этот конус несколько раздал бы его, там, крошился гипс. Ну, я решил эту проблему. Но изготовление кнопок я потратил целый день, честное слово. Там ведь не просто так кнопку сделать. Там же еще есть отверстие в кнопке, в которое вставляется шток. И надо, чтобы она точно ставилась. И еще тут отверстие есть такое, для того, чтобы пружина там упиралась. Ну, я отдельным роликом после этого дам, как я делал, отливал. То есть, там будет более понятно. Ну, просто в двух словах скажу, что мне пришлось сделать такой макет штока. Я вставлял формочку, смотрел там, чтобы 2 мм здесь, 2 мм здесь, 2 мм здесь и внизу 2 мм. Чтобы четко там получалось, ну, вот, идентично, короче говоря, натурально. Первые две у меня получились нормально, а третью я почему-то там отвлекся и забыл. А еще, к сожалению, забыл смазать эту болванку, в которую я вставлял, шаблончик. И она прихватила. Я еле-еле ее вырвал. Ну, помучился, задумал, ну, все, уже просто выкинул, да и все. Потому что протокрил схватился так, что насмерть. И потом мне оказалось, что я, когда ставил, я шевельнул конструкцию, и она ушла на 1 мм. Мне пришлось там вырезать, ну, вообще-то такой головняк оказался. Там я час передвигал это отверстие, чтобы вот оно у меня было на миллиметр ниже. А я его делал по центру. Короче говоря, вот потом эти кнопочки, поскольку они были розового цвета, сами понимаете, какого цвета у нас челюсти, соответственно, и искусственная челюсть такого же цвета. Я их потом покрасил белой краской. Там несколько слоев. Ну, я считаю, что с учетом того, что сам приемник в те времена делался, ну, как сказать. Я бы сказал бы, он из гвоздей делался. Почему? Потому что вот все, что тут вот, оно прибито гвоздиками маленькими. И вот тут такие вот окантовочки, они тоже прибиты маленькими гвоздиками. Будете удивляться, на самом деле, да, действительно, гвоздиками прибито. И в качестве осей стоял обыкновенный маленький гвоздь. Я взял точно такой же гвоздь и взял, сделал. Ну, тут одна была отломана, то есть, как бы... Ну, динамик поставить было вообще не очень большая проблема. Проблема была дальше питание, как сделать. Питание, собственно говоря, я взял, вырезал у этого типа батарейный отсек и приклеил термоклеем. Вот сейчас все это, вот такая конструкция. Ну, я старался делать максимально аккуратно. Вот что у меня получилось. Вот такой приемничек. То есть, ну, понятное дело, что это... Если вы хотите радио слушать... А, антенну я просто вывел проводок. Тут можно было, конечно, подсоединить его. Ну, я не знаю, просто... И в том, что тут еще есть, помимо FM, средние, длинные, короткие волны. Коротких даже двое. Можно ее вывесить, там, подключить к чему-нибудь. Шкалу я нарисовал сам. Можно было, конечно, на каком-нибудь кореле разработать, там, и раскрасить по-другому. Нет, я взял, своими руками все это написал. Родной лимб у нас конический. Здесь у нас получился плоский. Вот эту штуку, она получилась чуть больше, потому что отверстие шире. И, соответственно, чтобы прикрывать дырку черную, я взял такой медный круг и сделал чуть-чуть больше. Ну, на мой взгляд, я выдержал, так сказать, стилистику тех лет. Сам приемник по себе, конечно, очень интересный. Ну, 56-й год разработки. Сами понимаете, что хотеть от него надо. То есть, как бы, давайте понизим наши требования. На тот момент, в полосатом рейсе, когда там плывут эти купальниках, там вот на пляже изображен человек, в смысле, снял человек с таким приемником. Ну, по тем временам, я думал, крутотень невероятная, этот приемник. Поэтому вот так вот, что я хотел рассказать. Собственно говоря, о том, что при некотором подходе с фантазией можно решать такие проблемы. Для меня это была задача, а не слаболи, вот, сделать. Понимаете, я не знаю, если меня попросят второй сделать такой же, я, ну, не знаю, сколько я загадаю. Потому что эта задача у меня была просто как шахматная задача. Решить, как она получится. Ну, получилось вот так вот. Второй раз я, может быть, даже быстрее бы сделал, некоторые там ляпы избежал бы, но это уже будет рутина. А я люблю каждый раз что-то интересное новое решать. Поэтому я жду каких-то новых задач. Всем спасибо за внимание. Читайте мой сайт. Правда, там про радиоприемники практически ничего я не говорю. Там чисто магнитольная тематика. Ну, вот, этот FM в таких приемниках. Ну, сувенирных, скажем так. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok